Здравствуйте, друзья! Мы с вами с ночной дороги ведем этот экстренный репортаж. Смысл его в том, что сегодня президент Трамп, сегодня пятница, президент Соединенных Штатов Доналд Трамп подписал декрет такой о мерах по, ну как бы, обеспечению безопасности в Соединенных Штатах. И там целый ряд мер предусмотрен. В частности, квота на прием беженцев на этот год устанавливается не 110 тысяч, как вот была, а будет только 50. Вообще, надо сказать, что по идее каждый год эта квота должна заново устанавливаться, то есть там идет торг между теми, кто говорит, что нужно больше, теми, кто говорит, что нужно меньше. И вот они как-то так согласовываются. Вот, значит, вместо 110, которая была в прошлом году, будет 50 в этом. Хотя в прошлом 110 тысяч не было беженцев, было 82, что-то такого плана. Это вместе с 12 тысячами сирийцев. Поэтому так вот, ну все равно, значит, квота снижается до 50. В частности, на 7 стран, 7 стран, я боюсь, по памяти перечислю правильно или нет, но там есть 100% Сирия, 100% Ирак, там Ливия, Судан, Сомали, наверное, еще что-то. В общем, 7 стран. И оттуда прием беженцев, значит, прекращается. И вообще там срок устанавливается, по-моему, в 3 месяца для принятия каких-то мер. Кроме того, это не только беженцев касается, но касается приема путешественников, людей, которые путешествуют из этих стран тоже. То есть, если по отношению к беженцам, там будут какие-то меры вообще непонятные, вплоть до того, что просто брать не будут, то в отношении тех людей, которые путешествуют, дополнительные меры безопасности, их надо еще разработать, там что-то такое. Ну, в общем, вот какая-то такая линия. И надо сказать, что указания в целом достаточно общие. То есть, надо понять, как они будут его имплементировать, какие конкретные меры они разработают для того, чтобы иммиграционные служащие, иммиграционные службы, чтобы они могли в практическом плане все это применять. Вот, видимо, 3 месяца у них уйдет на то, чтобы все это разработать. Ну, уже как бы много криков о том, что это так-так нельзя, что это дискриминация. Там еще есть момент, состоящий в том, что если уже беженцев брать вот из той же Сирии, то преимущество давать тем, которые христиане, а не тем, которые мусульмане. Потому что получалось так, я не знаю, как так получалось, но получалось так, что христианам сложнее попасть в Соединенные Штаты, чем мусульманам из той же Сирии. Какие-то вот там такие процессы, что христиане не попадали. Вот, поэтому, да, а положение христиан там чудовищное, действительно, там же религиозная война идет. Поэтому, в общем, такие меры. И общее такое суждение, что нелегальным это назвать нельзя. То есть, как бы в этом нет принципиального нарушения законов. В этом есть некоторый отход, ну, как бы существенный отход от тех правил, традиций, которые в этом деле сложились. Потому что беженцев принимают ведь не только Соединенные Штаты, хотя Соединенные Штаты принимают больше беженцев, чем любая другая страна в мире. Хотя, если мы сейчас посмотрим, там, если Германия будет принимать там по полмиллиона, по миллиону, конечно, Германия США обгонит. Но в целом, вот так, исторически США всегда принимала больше беженцев, чем любая другая страна в мире. На втором месте шла Великобритания, на третьем, дай бог памяти, не помню кто. В общем, есть страны, которые берут, принимали исторически много беженцев. Не Германия. Вот Германия в последнее время в этом плане разошлась. И я почему вообще решил на эту тему что-то сказать, поскольку еще вообще рано. И, ну, нет конкретики там и так далее. Я понимаю, что вот эти телодвижения в области эмиграции, в частности беженской, вызывают очень много вопросов, сомнений, страхов, нервотрепки и так далее. И, ну, вот, трудно пока сказать, что нужно там чемоданы собирать или не собирать, или распаковывать и так далее. Это непонятно ничего. Еще момент. Там была такая заковыка, что вот в эти 50 тысяч квота, да, квота 50 тысяч, входят в нее именно люди, которые получают статус беженца, где-то там далеко, чтобы потом приехать в США как беженца. Или туда входят люди, которые получают статус политического убежища или обращаются за политическим убежищем, находясь уже в США. Я пошел, почитал на эту тему, и пишут, что никакой разницы нету. Это практически одно и то же. То есть там, где квота есть, там эта квота распространяется на них, на всех, независимо от того, подавали они оттуда или подавали они отсюда. Вот это то, что я нашел, но я не видел какого-то четкого разграничения. То есть как бы вот пишут, что легальными там беженцами являются либо те, кто оттуда, либо те, кто отсюда подавали. То есть не делается никакого различия между ними. Так через запятую все это идет. Поэтому нет никакого основания считать, что та квота в 50 тысяч, которая распространяется на всех беженцев, не включает в себя тех, кто подает на политическое убежище. И в общем-то, ну, если в прошлом году приехало 82 тысячи, ну, отняли сирийских беженцев, получается, значит, 70 тысяч. Вот. И надо полагать, что эти 70 тысяч включали и тех уже, кто подавал на политическое убежище внутри страны, судя вот по тому, как надо это интерпретировать. То есть будет немножко меньше, немножко меньше народу принято. Там 70 тысяч, там уйдет на 50. Но, в общем, это не драматическое такое снижение. Это первое. Второе. Я думаю, что многие люди, видя такую ситуацию, просто откажутся от планов таких. Поэтому, наверное, наверное, те, кто думают приехать и подать на политическое убежище, именно квота на них не подействует так сильно. Другое дело, что сейчас делается попытка параллельно переопределить вообще, что там за политический беженец такой, какие от него требуются доказательства. Да, потому что, на самом деле, сегодня американские суды довольно либерально оценивают это все. То есть вы можете прийти просто без вообще каких бы то ни было доказательств. И не только суды, но вот и иммиграционные офицеры. Значит, если они вам поверили, даже без всяких документов, то они вам поверили и дали статус политического убежища, политического беженца. Если они вам не поверили, при том, что у вас полно документов, значит, они вам не поверили. Это, в общем-то, именно рассмотрение. Но есть инструкции, которые можно ужесточить. Какие-то тренинги с ними там проводят и так далее. То есть политика может измениться в этом смысле. Поэтому с большим интересом, друзья, мы с вами все наблюдаем, что будет дальше. Потому что за первую неделю... Да, как раз закончилась первая неделя. В пятницу на той неделе была инаугурация. И первая неделя закончилась визитом премьер-министра Великобритании госпожи Мэй. И два президентских декрета были сегодня подписаны. Вот в частности, вот по этим делам. Будем смотреть, что дальше. Очень быстро происходят события. Публичного обсуждения этих мероприятий нет. То есть не то, что обсуждали два месяца в обществе, а потом как-то это стало законом или каким-то действием президента. Мы посмотрим. Из других стремительно надвигающихся событий, значит, говорят о том, что... Ну, пишут о том, что в воскресенье Трамп должен поговорить с Путиным по телефону. И что как бы вот чуть ли они сейчас не санкции отменят. Или, может быть, не все, но часть санкций отменят. Очень трудно сказать. Почему? Потому что сегодня довольно много серьезных людей, очень серьезных людей говорили, что вопрос об отмене санкций преждевременен. То есть было сообщение типа того, что есть проект отмены санкций. Это говорила помощница Трампа, Конвей. Но проект есть, но пишут, что преждевременно. То есть что они там будут обсуждать, мы не знаем. Наверное, там у людей есть своя повестка дня. И, наверное, дипломатические службы там как-то договариваются и предварительно о том, о чем будут люди разговаривать. То есть это не в Твиттере, конечно, обсуждается. Я надеюсь, что за пределами Твиттера там есть как-то работа какая-то проводится. Вот. Мы, наверное, узнаем. Может быть, мы не узнаем всего. Может быть, мы не узнаем даже части. Поэтому это надо будет посмотреть. Я лично не считаю, что если там руководители двух государств о чем-то разговаривают, это должно быть обязательно в Твиттере, в газетах там или еще где-то. Ну, значит, есть какие-то разговоры. Во всяком случае, судя по тому, что пишут сегодня, а сегодня весь день на эту тему пишут, отмена санкций преждевременно. И мое понимание Трампа как человека бизнеса, личное мое, да, такое, что просто так он изменять ничего не будет, он должен что-то взамен получить. То есть, что ж так? Что он хочет взамен? Готовы ли ему дать то, что он хочет взамен? И так далее. Вот. Это интересный вопрос. Мы посмотрим, но, в общем, пока так. Я на этом, друзья, заканчиваю свой такой стремительный репортаж и буду так как бы сфокусироваться на управлении транспортным средством. Счастливо!